Приветствую вас, братья и сестры! В свою очередь, также хочу всех поздравить с этим праздником. Христос воскрес! Аминь! Присаживайтесь! Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов. Мы будем читать с 12 главе 4 стих. И мое желание сегодня тоже продолжить эту тему пасхальную. И мы читаем в 4 стихе. «И задержав его, посадили в темницу, и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Если мы посмотрим на контекст этой 12 главе, мы видим, здесь был очень тяжелый момент в церкви. И в 1 стихе мы читаем, что Ирод положил руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. Во 2 стихе мы видим, что он убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. И видя, что это угодило евреям, и вы не забудьте, что Ирод, он был поставлен Римской империей, и он стоял между Римской империей и также руководством еврейским, Синодрионом. И у него было желание, чтобы между этими двумя группами был мир. И видя, написано здесь, что приятно было иудеям, вслед за тем взял и Петра. То есть Ирод составил план, он видел, что его действия, его дела работают, он имеет хорошие взаимоотношения с евреями, и он составил план. Сейчас я арестую Петра, но здесь возникает у него проблема. Впереди Пасха. И он так подумал, ну не будет это хорошо для моих интересов, если народ будет возмущаться из-за того, что я тут распинаю апостолов. Мне не надо проблемы. И вы знаете, вникая в историю Ирода, мы видим, что он не был евреем, он был араб. Но он был воспитан в законе Моисеевом. И некоторые предполагают, что он в день Пасхи тоже находился в храме. И он, я представляю, его план такой. Ладно, дадим народу отпраздновать праздник Пасхи. Хай собираются семьями, пойдут в храм отпраздновать. Но после Пасхи, я бы хотел, друзья, чтобы мы обратили внимание на вот эти ключевые слова. Намереваясь после Пасхи. И вот это был его план. После Пасхи я разберусь с Петром, и мы пойдем дальше по моему плану. И, друзья, я хотел бы, чтобы мы увидели здесь вот эту картину. Враг душ человеческих, дьявол, сатана, имеет план для каждого человека. Не только для верующих, но также для неверующих. Подход. Он знает, как человека связать. У него есть свои намерения. Это не те намерения, которые Бог имеет для нас. Мы читаем, Иеремия пишет в 29 главе. «Знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. У дьявола не те планы и намерения для нас. Его цель – это украсть, убить, погубить. У него совсем другой план для каждого из нас. Вы знаете, друзья, я вижу эту историю, она и в наше время так же проявляется. Дьявол говорит, идите в собрание, праздновайте праздник Пасху. Вы молодцы, вы украсили молитвенный дом, вы убрали молитвенный дом, вы приготовились к Пасхе. Вы купили новые рубашки, новые галстуки, приходите, праздновайте этот праздник. Но после Пасхи мой план для каждого из вас – мы продолжим. Те грехи, те привычки, может быть, тот характер, который я запустил, который, что было до Пасхи, мы продолжим. Мой план, ты молодец, ты уже много лет идешь по моему плану, я с тебя сделал пассивного верующего. И мы продолжим мой план после Пасхи. Почему я говорю об этом, друзья, на этой неделе Дух Святой обличил меня? Я на работе шутку одну сказал. И вы знаете, у меня сразу такой вопрос возник. Ну что изменилось? Ведь ты только что был в собрании на Пасху. И ты слушал проповедь, и ты слушал пение хора, и дети участвовали, была прекрасная программа. А что изменилось в твоей жизни? Ты возвращаешься к своим старым привычкам. И Иезекиил пишет в 33 главе, что народ твой, он слушает слова твои, но не исполняет их. Дорогие друзья, я много лет уже член церкви, как многие из вас. И опасность в этом, для нас Пасха может стать ритуалом. Мы приходим, все красиво, прекрасно, мы здороваемся, мы... Христос воскрес, воистину воскрес. Но какая перемена происходит в нашем сердце? Что меняется? Мы говорим о том, что Христос воскрес и победил силу тьмы. Ну а в нашем сердце какая происходит перемена? Мы, как американцы говорят, опускаемся в comfort zone. Нам хорошо все. Мы кое-что делаем для Бога, мы ходим в собрания, мы посещаем, мы детей приводим. И все идет хорошо. И мы успокаиваемся, мы привыкаем к тем привычкам, к тому характеру. Но такое есть. Такое есть. Вы знаете, думая об этом, я почему-то вспоминаю сон фараона. Он когда рассказывал Иосифу свой сон, он говорит, ну вот, были семь худых коров, и они вышли, вот съели вот этих здоровых, вот этих полных, и остались худыми. И вы знаете, я себя вижу в этом примере. И вот мы иногда приходим в собрание, и для нас приготовлен такой красивый стол, и слово, и пение, и стихотворение, декламация. Но какими мы остаемся после собрания? Я имел возможность несколько лет заниматься с группой, готовясь к крещению, с крещаями. И вы знаете, друзья, очень интересно смотреть перемену в жизни и молодых, и среднего возраста людей, которые обратились к Богу и слушая их свидетельства о том, что Бог делает в их жизни. И говорят, что самые большие перемены у верующего происходят в первые три года после обращения к Богу. А что потом? Неужели нам становиться пассивными? Иезекииль в 46 главе, очень интересный стих там находится, друзья, и в этой главе Бог показывает видение Ему, и показывает и рассказывает, какой будет новый храм, и детали все, и как вести себя в храме, и какие будут порядки в этом храме. И, пожалуйста, высветите 9 стих. Это 46 глава Иезекииля, порока Иезекииля. Давайте вместе прочитаем. «И когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший с северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами с северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить правотивоположными». То есть здесь мы видим, что Бог нас, во-первых, Он Бог устройства и порядок, но также здесь большой духовный урок для нас. «Если я зашел в церковь одним человеком, я должен выйти совсем другим». И Бог здесь говорит, что Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел. Бог ожидает от нас какую-то перемену. И вопрос для каждого из нас, когда мы выходим с молитвенного дома, выходим через те двери, мы должны себе задать вопрос, что изменилось во мне? Услышал ли я Слово от Бога для себя? Сегодня мы празднуем победу над грехом. Сегодня мы празднуем воскресение Христа. И вы знаете, в этой истории мы видим, что Пасха, этот праздник, он нарушил все планы Ирода. И читая дальше, мы видим, что церковь прилежно молилась о нем, это в пятом стихе, и явился ангел и освободил его. «Дорогой друг, и сегодня Бог делает чудеса. И сегодня в твоей жизни может произойти это чудо». И я, вы знаете, удивляюсь, это девятый стих, и тут написано так, что Петр вышел и следовал за ним, не зная, что дело мое ангелам было действительно, а думая, что видит видение. Петр сам не мог поверить, что произошло. Ведь он проснулся, он был цепями привязан, окружали его 16 этих воин, а потом внезапно он проходит среди них и выходит с этой тюрьмы. И, дорогой друг, Бог может и в твоей жизни сделать то, что и ты сам удивишься. То, что ты никогда не думал, может быть, какая-то привычка, какой-то грех, может быть, сатана что-то именно для тебя подобрал, и он в твоей жизни может сделать это чудеса. Сегодня момент, сегодня время обратиться к Богу. Может быть, сегодня ты пришел в собрание, потому что тебя мама заставила или папа, и как Ира, ты сидел тоже в храме, но у тебя намерения были совсем другие, что после Пасхи я буду продолжать своей жизнью. Сегодня Пасха может изменить твою жизнь. Дорогие друзья, давайте сейчас помолимся, во первую очередь помолимся за наше личное духовное состояние, чтобы Бог сегодня проговорил с каждым из нас, и чтобы что-то изменилось в нашей жизни, и также будем молиться за наших близких и родных, которые сегодня, друзья, далеки от Бога. И вот это чудо воскресения, вот эта победа над грехом может и проявиться в их жизни. Аминь. Помолимся.